22 августа государственный флаг Российской Федерации отметил 30-летний юбилей. В честь знакового события 21 и 22 августа в Десногорске прошли соревнования по парусному спорту. Парусные регаты на Десногорском водоеме, долгожданное для горожан и зрелищное событие лета. А этот чемпионат еще и был сопряжен с одним из важных государственных праздников. На торжественном открытии, которое прошло на берегу водохранилища, наставление командным составом перед стартом разлучало от члена Десногорского морского собрания Виктора Акулича. У нас сегодня особое мероприятие, мероприятие ребят, которые участвуют в регате. Здоровье им и главное, чтобы они боролись за первое место, чтобы у них всегда хватало духу участвовать во всех соревнованиях. Организаторами регаты являются Федерация парусного спорта Смоленской области, Смоленское морское собрание и администрация Десногорска. Межрегиональные соревнования этого года объединили спортивный интерес с историей России и морского флота. Состязания проходили на Кубок адмирала Нахимова. Почетным гостем церемонии открытия стал директор Смоленского центра музея, посвященного морской истории региона. В этот предпраздничный день особенно приятно, что проводится данное мероприятие, которое объединяет людей разных возрастов, профессий под общим делом, под любовью к флоту. На воду традиционно вышли полдюжины экипажей из Десногорска, Брянска, Смоленска и Москвы. Чтобы получить звание чемпионов, за два дня команда преодолели пять заплывов. В таких напряженных условиях главные задачи организаторов – обеспечить высокий уровень безопасности и комфортные условия гостям города. А самая главная награда – довольство участников. «Акватория очень сильно подходит для проведения парусных регат и парусного спорта. Люди здесь отличные, то есть все в принципе нравится. Хотелось бы, ну мы имеем возможность сравнивать, были, скажем так, по всей стране, да и даже не только, и за границей так же. Здесь можно сделать так, чтобы здесь собиралась вся Россия». По итогам двух дней первое место заняла яхта «Смолевич» с капитаном из Десногорска Юрием Берковым. Катамаран «Трезвый» во главе с Павлом Смирновым и судно малого класса Владимира Рычкова. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев. Десна-ТВ.